Судим эту тему с Ириной Сысоенко, народным депутатом и заместителем главы парламентского комитета по здравоохранению. Здравствуйте, Ирина, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Скажите, а почему вообще накапливаются долги по зарплатам? Неужели на сегодняшний день у государства нет ресурсов выплачивать даже вот такие мизерные деньги людям, которыми сейчас являются зарплаты? Я хочу зазначити, что это первый год, когда уряд по отношению к тех людей, которые каждый день выполняют свой обязан и рятуют тысячи украинцев по всей Украине, но в этом году уряд не выполняет свой обязан по отношению к такой важной категории людей. Потому что, увеличивши минимальную зарплату до 3200, уряд не предпочитал необходимую количество денег именно на оплату работы медицинских работников и не сформировал в соответствующем медицинскую субвенцию. За этот год и до конца поточного года борг перед медицинами по всей Украине складывает уже почти 4 миллиарда гривен. Уже 4? На этой неделе звучали цифры 2,7 и это уже самое. Майже 4 миллиарда гривен. 2,7 это та сумма, которую опирует Министерство финансов, но они суттево уменьшают эти выдации, потому что настоящие цифры они не показывают. Но вот вы говорите, виноват уряд. Это слишком общо. Давайте конкретнее. Какое именно Министерство здравоохранения, финансов, кто причастен к накоплению вот такого колоссального долга? Министерство финансов Украины. И безусловно за выдатки, за формирование выдатков, отвечает премьер-министр Украины. Я особисто, я не знаю уже сколько раз, но очень много раз с трибуны парламенту наголошила с начала года, на том, что возникла такая возникла проблема. В конце года, я знаю, что на этом неделе, уряд перераспределил, именно на покрытие бургов по заработной плате, лишь 550 миллионов гривен. На этом парламентском неделе бюджетный комитет также затвердил эти деньги, и они педут в регионы. Но с урахованием такой потреби, как 4 миллиарда, эти 550 миллионов – это просто капля в море. Например, скажу, по городу Житомир, заборгованность по городским лекарням складывает 64 миллиона. То же до конца жовтня місто Житомир удерживает на фонду плацей медиков лишь 17 миллионов. Скажите, пожалуйста, где взять другую сумму на покрытие заработной платой? Хорошо, но неужели виноват только Минфин? Куда же Минздрав смотрит? Или он вообще не может повлиять на вопрос финансирования своих же сотрудников? Вы знаете, безпосреднение Министерства охраны здоровья, я знаю про то, что они так же обратились и к профильному комитету, и мы разом на этом неделе были в бюджетном комитете, они наголошивают на том, что есть такой бюджет. Но я считаю, что это нужно было делать на момент принятия государственного бюджета на 17-й год, еще на начале года, на конце 16-го года, думать про то, что необходимо внести необходимую сумму. Все-таки я не соглашусь, что они не могут ничего сделать. Можно наголошивать, знаете, как Европа иногда дипломатично выражает обеспокоенность, а можно реально бороться за судьбу своих, в общем-то, подчиненных. Но все-таки можно спрогнозировать или нет? Этот долг когда-нибудь будет выплачен? Если да, ну примерно, какие сроки, какие перспективы у людей, которые нас сейчас смотрят? Ну, как я уже заметила, что до конца жовтня будет отправлено на все регионы 550 миллионов гривен. И еще есть информация, что есть 1,5 миллиона гривен. Это с резервами медической субвенции, которая еще есть в держбюджете. И я продолжаю требовать вместе с другими народными депутатами, чтобы уряд не звлекал. И так же, как можно, скорее распределили. И хотя бы эти 1,5 миллиарда гривен, для того, чтобы не доводить до тех ситуаций, которые существуют по всей Украине. Уже медики, я знаю, в Житомире выходили на митинги, перекрывали дороги в городе. И я считаю, что это просто ганебно, что по отношению к такой важной категории людей происходит такое отношение. Ира, если боретесь, то святое дело делаете. И, конечно, добивайтесь, пожалуйста, потому что люди действительно ждут. Вообще, что с медреформой? Еще хотел у вас спросить. Парламент вообще планирует принимать ее или нет? Если да, то в какие сроки? Так. Готова реформа уже или нет? Дякую вам за запитание. Для меня, безусловно, это надзвичайно важливое питание, потому что я считаю, что медики не могут постоянно с протягнутою рукою ждать, когда там добрый дядя в Минфине або премьер-министр дадут им деньги на зарплаты, они должны обязательно зарабатывать за количество и качество наданных медицинских услуг. И именно медическая реформа, которая должна быть проголосована уже на следующем парламентском неделе, то есть 17 сентября. То есть через 10 дней. Сегодня погодено, что как только начнет работать парламент, что на 17 сентября все-таки будет в порядке денному законопроект 63-27, который должен изменить существенно систему финансирования. как для пациентов, так и оплату работы для медицинских работников. Ира, поставлен на голосование и проголосован в нашем парламенте между этими понятиями очень-очень большая пропасть. Голоса есть? Как вы думаете? Или будем наблюдать то, что сегодня наблюдали по закону по Донбассу? Вы знаете, я считаю, что, поскольку это была урядовая инициатива, поскольку также президент много раз наголошил на необходимости медической реформы, то в коалиции и, безусловно, первых людей нашей страны, если есть политическая воля, то найдутся и голосы в зале Верховной Ради. Спасибо. Ирина Сысоенко, народный депутат Украины и замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Была гостьей подробностей недели.